Batch Retarget – сервис для сбора база ретаргетинга для рекламы и анализа целевой аудитории ВКонтакте. В данном видео будут примеры настройки процессов. Останавливайте при необходимости видео, чтобы разобраться в предложенных примерах. Как настроить процесс для сбора база ретаргетинга? Batch Retarget позволяет это сделать наиболее легко, быстро и качественно. Batch Retarget вы можете настроить любой процесс для собственных целей, не ограничивая себя возможностями отдельных вкладок каких-либо сервисов. Batch Retarget вы сами программируете инструмент под свой бизнес с помощью удобных визуальных компонентов. Вот как это выглядит. Данный процесс позволяет найти активную аудиторию обсуждений заданных вами сообществ. А это все новые комментарии ко всем фотографиям из ваших сообществ. А сколько сейчас потенциальных клиентов вы теряете в вашем интернет-магазине ВКонтакте, просто не замечая вопросов в комментариях к фотографиям? Все задачи, компоненты, шаги находятся в левом меню. Они сгруппированы логически. Кликните на группу, чтобы раскрыть ее. Кликните на задачу, чтобы добавить ее в конец процесса. Ваш процесс, который вы программируете и результат которого будете использовать для рекламы, находится посередине экрана. Перетащите задачу за левую полоску в подходящее место в процессе. Все задачи исполняются последовательно сверху вниз. Каждая задача получает входящие данные определенного типа и выдает другие данные определенного типа, передавая их следующим задачам. Исходящий тип данных и входящий тип данных обязательно должны совпадать. Например, задача поиска новостей и сообществ не может найти новости, если ей передаются фотоальбомы. Ей нужно именно сообщество на входе. Данные передаются от задачи к задаче не обязательно последовательно, но обязательно сверху вниз. Вы можете вручную, а некоторым задачам обязательно вручную, указать источник входящих данных. Для этого вместо авто введите ID задачи, которая станет источником данных для текущей задачи. Если указан несуществующий источник данных или указано авто, но подходящего источника данных не найдено, то ссылка на источник данных подсвечивается красным цветом. В этом случае процесс не может быть запущен. Еще один пример правильной настройки источников входящих данных. Любой процесс должен получать определенные данные на входе. Чтобы обеспечить процесс изначальными входящими данными, поставьте в начало процесса задачу с ручным вводом данных или задачу, которая не требует каких-либо входящих данных. Практически каждая задача может быть настроена специально под ваши цели. Чтобы открыть настройки задачи, кликните на нее. Последняя задача в процессе предложит вам данные на выходе. Эти данные вы сможете использовать в вашей дальнейшей работе, исследовании или настройке рекламной кампании. После выполнения процесса вы увидите блок под списком задач в процессе с конечными исходящими данными с результатом выполнения процесса. Если вы получили пользователей, то вы сразу же можете загрузить этих пользователей в новую базу ретаргетинга ВКонтакте, не покидая сервисов. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то вы можете задать их в обсуждении, перейдя по ссылке. Желаем вам успешной работы!